Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Сегодняшнее видео будет посвящено пустым баночкам и это будут продукты в основном за уходом, лицом и также кое-что для тела. Давайте приступим! Первое, что я хочу показать, это будут два средства, которые у меня закончились от чистой линии. Это гель для умывания глубокого действия и также идеальная кожа крем-актив против прыщей. Я думаю, все эти два продукта вам уже знакомы, во-первых, из моих видео, а во-вторых, в принципе, они пользуются действительно такой популярностью и очень многие о них рассказывают, ими пользуются. И я также в восторге осталась от этих двух продуктов. Итак, давайте по порядку. Что касается геля, он такой был, во-первых, зеленого цвета, во-вторых, была очень густая консистенция. Он экономичный, хватало его надолго, пенился он просто супер и очищал кожу хорошо, при этом он не стягивал мою лично кожу комбинированную. И мне нравилось, что действительно, то есть он в сочетании вот с другими средствами, с тем же кремом боролись с какими-то высыпаниями. Его я брала с собой, помню, еще в мае в Турцию, и на тот момент он мне очень и очень даже помогал. Поэтому могу поставить этому гелю, пятерочку, действительно, осталось им довольна. И, скорее всего, я его куплю еще раз. Ну, просто хочется попробовать же все, чтобы поделиться с вами мнением, и даже иногда приходится не покупать каких-то своих любимчиков, к сожалению. Что касается крема, я его действительно тоже полностью закончила. Мне он очень нравился. Я не знаю, я не пользовалась только одним этим кремом, чтобы сказать там на 100%, мне вот только он и помог. Но, действительно, с какими-то также высыпаниями, проблемами он помогал бороться. У него довольно-таки легкая текстура. Он также не стягивал кожу и плюс ко всему не подсушивал. То есть, бывает, когда все-таки пересушивает крем, как, например, идеальная кожа, которая идет матовый эффект, он не пересушивает, но моментально на лице как бы исчезает, как будто бы впитывается. Этот немножко другого действия. И мне, в принципе, тоже он очень понравился. И вот именно этот продукт, скорее всего, я все-таки точно куплю еще раз. И следующие два продукта, вернее, даже три, будут из сибирского здоровья. И сначала я вам хочу показать две такие замечательные маски, которые у меня закончились. Во-первых, это маска, которая у нас идет, очищающая с лечебной глиной. Очень-очень она классная. Я объясню, чем она нравилась мне. Вот она у меня подсохла, то есть, я уже не стала все это вышкорябывать. Думаю, просто решила выкинуть уже, потому что здесь у нас осталось немного продукта, и он у меня чуть-чуть подсох, потому что я забыла крышечку закрыть. Чем мне нравился этот продукт? Тем, что вы его наносили. Потом, как такой мини-пилинг даже получалось, отшелушивают или скрабирование такое. Все отшелушивается. Очень здорово, если тоже в комплексе использовать все эти маски, что я и делала, то я действительно была довольна эффектами, поэтому сибирское здоровье, извините, я тоже думаю, что приобрету, скорее всего, еще раз. Другая маска, которая у меня закончилась, тонизирующая чудо-ягода. И сейчас тоже видно, в принципе, вот, были такие частички. У нее ягодный запах, такой землянички, клубнички, чего-то вот такого. Она очень сильно стягивала кожу, когда вы ее наносите. Действительно, даже не улыбнуться, не пошевелиться. Ну, как-то было это так сложновато делать, потому что она прям стягивала кожу. Но какой от нее эффект? Она, мне кажется, ну, здесь этого, по-моему, не заявлено, но она мне выравнивала цвет лица. То есть, действовала именно таким образом. Мне нравилось, что потом так свежо, знаете, выглядишь. И действительно, как будто бы сделала какую-то дорогую супер маску. Поэтому ей я тоже осталась очень-преочень довольна. Наверное, если бы у меня спросили, что я люблю больше всего в сибирском здоровье, вот если бы можно было купить только один продукт, что я купила бы, это был бы гаммаж. У меня, к сожалению, вышел срок годности. Здесь, по сути, осталось еще на один раз. Вам, наверное, не отсвечивается, не видно. Очищающий гаммаж. Так вот он называется. Что в нем суперского? Вы его наносите, он подсыхает, и потом вы его начинаете скатывать. И все вот эти омертвевшие уже верхние слои кожи, которые, ну, вот верхний слой, где забивается вся грязь, все вот это вот, оно очищается. И после него такая гладкая-пригладкая кожа лица, как будто бы... У меня ось, как тут игрушечки мне носит под ноги кидает. Я все время отвлекаюсь на это. И очень гладкая такая кожа. Вы знаете, действительно, вот этот продукт у меня, я вот не помню, или четвертый, или пятый, вот этот тюбик, это первый, который так получилось, что у меня вышел срок годности, и я за этим не проследила. Потому что я постоянно пользовалась только им, но в силу того, что вот как начала вести канал, мне все хотелось попробовать, разно вам рассказывать, то я постоянно покупала что-то новенькое, что-то пробовала. Но его я 100% еще раз куплю, это даже просто не обсуждается, потому что это супер вещь. Если у вас есть возможность попробовать вот этот вот гамаш, есть сибирское здоровье в вашем городе, то обязательно возьмите и попробуйте. Следующие два средства будут для ногтей, для кутикулы. Первое средство, это белорусская косметика, средство для удаления кутикулы, Белита Витекс. Чем это средство обалденное? Я когда делаю маникюр, распариваю себе кутикулу, уже нет времени, понятно, что она потом подсыхает, я не могу по одному ноготочку, как если бы не делал мастер, вытаскивать и обрабатывать кутикулу. Я вытаскиваю из воды всю руку, обрабатываю кутикулу, и это средство помогает не высыхать, во-первых, оставаться все время в таком состоянии, будто бы в воде распаренном, хотя нет распаривающего действия. И я потом легко могу обрабатывать уже каждый пальчик за счет вот этого средства. Очень классно, я уже, кажется, вам показывала в покупках, что я взяла его снова и буду, и буду брать, думаю, все время теперь, если не найду какую-то супер альтернативу. Следующее с маслом ЖЖБА, вот такое вот было у меня средство, я не помню, что это, но, по-моему, это Селли Хэнсон, что-то я здесь нигде не вижу, никакой указатель, ну, в общем, это крем для кутикулы, только этот крем не для удаления кутикулы, а он идет после, чтобы ее смягчать, чтобы питать, ну, в общем, что-то вроде такого масла, здесь вот такой вот был спонжик, здесь средство еще осталось, но я про него в свое время забыла, вышел срок годности, вообще, сейчас очень жуткий запах, был приятный до безумия запах у него, но поэтому я, в принципе, выкидываю. Следующее, что закончилось, это гель для душа, не буду тоже о нем долго рассказывать, французская ваниль, просто мой любимый гель для душа, я обожаю. И следующее средство, про которое просто, наверное, уже знают все при все, это лореаль, это лореаль мицеллярная водичка, девочки, я подробно рассказывала об этой водичке, рассказывала вам о ней, о своем мнении, и, да, это вот супер вещь, сейчас я пробую новую, другую мицеллярную воду, которая стоит в разы дороже этой, разницы нет никакой вообще, конечно, когда я протестю, посмотрю там другие средства еще какие-то, я к ней вернусь обязательно, потому что, ну, она того стоит, здесь как бы не может быть даже иного разговора, она действительно того стоит. И последнее, что я вам покажу, это крем-маска для шеи и декольте от Green Mama, вот такое вот средство, здесь идет морковный протеин и малиновое масло, я скажу честно, я на шею люблю делать глиняные масочки, но это мне тоже очень понравилось, я ленилась, я ее не делала так часто, я сейчас, я так думаю, еще сегодня вечером обрежу здесь все сверху, и последний разок все там себе нашкребу и нанесу. В общем, это средство, мне нравилось, оно такого белого цвета, мне нравилось то, что подтягивает, действительно чувствуется, вот когда именно я наношу маску и чувствую, что она стягивает, у меня ощущение, что она что-то подтягивает, здесь 15 минут ее держала, потом смывала, в общем, я осталась ей довольна, и запаха, и как ее наносить, и потом легко смывать, есть у меня такой же крем, наносила на шею, и в общем-то, все супер, действительно мне понравилось. понравилось. Итак, на сегодня порция пустых баночек закончена, ждите следующего видео уже про декоративную косметику, спасибо, что вы были со мной, и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok,